Обрабатывается поверхность имплантата, удаляются грануляционные ткани, вот эти все воспалительные, туда укладывается костный трансплантат, любой какой-то, кто чем работает, закрывается мембраной и фиксируется слизистым костичным лоскутом. Одномоментно, зачастую, с применением еще и аутотрансплантата, иногда костный трансплантат закрывают не мембраной, а аутотрансплантатом, если он позволяет его объемом, будет как-то его перекрывать. То есть вот в таком ключе, здесь мы уже сочетаем. Можно ли не добавлять костную ткань, можно ли не трогать вообще, не заниматься никакой костной пластикой, обойтись только мягкими тканями. Достоверных исследований на тему того, что это можно точно сделать и все будет хорошо, нет, потому что 20 лет еще не прошло от этих операций, да, ни у кого. Поэтому пока что мы вот смотрим. Да, в Италии вообще фактически никаких костных дефектов не заполняют. Они все закрывают мягко тканными комплексами. Ну и их сильная парадонтологическая школа, да, ну, например, в Государственной университете на Рафаэле в Милане, у них очень недорогое обучение в год, это государственный институт, туда фактически очень сложно поступить даже итальянцу, не говоря уже об иностранцах. Но на пятом курсе этого института студенты сами оперируют рецессии у пациента. Понимаете, да, разницу вот этого мануального, вот этого уровня. Поэтому с их сильной парадонтологической школой они, конечно, рекомендуют обойтись мягкими тканями. Но у них это получается. Их рекомендации очень полезны, но, наверное, уже для опытных врачей, которые обладают определенными навыками мануальными. Немцы везде заполняют костный дефект, используют еще в сочетании с аутотрансплантатами, это у них сейчас такой самый. Да, ну да, это их вообще. Смотрите, но в этом же случае тогда никаких временных конструкций нет, да, по-любому? То есть мы все снимаем, потому что там... Нет, мы делаем новую коронку временную. Мы делаем в идеале временную коронку, новую, короткую, да, при перемещении... Ну, с таким же принципом, короткую, с треугольниками. Да, чтобы, поскольку у нас, по сути, мы везде, мы договорились будем ставить аутотрансплантат, да, мы обязательно будем везде делать временную коронку, новую. Ну, мы говорим об идеальной какой-то, да, ситуации, как мы можем себе позволить. Вот, у пациента на все есть желание, деньги, и все, мы все делаем ему. Поскольку, да, для формирования правильного регенерации аутотрансплантата нужна зона, в которой он будет расти, ему нужно создать пространство, место, условия и так далее. Это же не кусок мяса, которое вы бросили, да, это все-таки все живое. Нужно для этого очень серьезно поработать, создать и принимающие ложи и условия, потом ортопедические тоже в том числе. Хаслеры, ЦУР, и все они в один голос говорят о том, что нельзя, все у вас отвалится. Обрабатываем корчеткой имплантат, всякими кислотами там все это травим. Чуть ли не плавит кислотой там ее. Вот Алексей лично со мной слушал этот доклад, Миланя. Тут бедный Хюцлер. Хюцлер, да, да. Вот. Хюцлер. Хюцлер. Как это здесь? Суть в том, что мы обрабатываем имплантат, мы вчера просто об этом разговаривали, но сегодня я обязательно еще раз об этом хочу поговорить. Мы обрабатываем имплантат таким образом, чтобы убрать максимальное количество контаминированных микроорганизмов там, поскольку, да, мы сегодня договорились, что там очень высокий уровень микроорганизмов количественный, да, и корреляция очень большая, поэтому нужно максимально обработать таким образом. Что вы будете для этого использовать? Ультразвук, боро-корчеткой, имплэкеры, пластиковые металлические кириты, все что угодно, антисептик обязательно, да, какой-то адекватный, нефорцелин, конечно же. Хлоргексидин 02012 я мою, я сразу могу сказать, и борами я тоже сглаживаю. Сглаживаю ультразвуком в основном, я пользуюсь ультразвуком. Специальные насадки, да? Есть специальные насадки, да, когда у меня, в принципе, нету какого-то большого разрушения, да, если это только в пределах мягких тканей, я могу, в общем-то, и так просто пройтись обычной насадкой. Самое главное, вы должны убедиться, что вы очистили все это. Кюретами, пока. Кюретами можно, имплэкерами, пожалуйста, работайте сколько угодно, хоть вообще они ничего не повреждают, но... Насколько они снимают? Мы обсудили, я лазер не комментирую, я им очень много лет, слава богу, не работаю. Наверное, я не спорю. Но вот клиническая эффективность, недоклинические испытания, например, на обеззараживании внутри корневых каналов, не доказано по сей день. Я достаточно серьезно общим этим вопросом года 3-4 назад озадачилась, потому что нас тут попросили демонстрировать его, поскольку я не могу так, мне надо в корень вникнуть. Я изучила этот вопрос. Нету никакой клинической эффективности доказанной. Нет, они даже сами на своих же лекциях уже говорят, что нет доказанной клинической эффективности. Соответственно, зачем обрабатывать имплантат, поверхность я тоже не очень понимаю. Мне кажется, что ультразвука достаточно. Иногда можно использовать такую эндодонтическую технику, если кто-то как бы знает, что такое кавитация в корневом канале, когда вы выключаете воду на ультразвуке, то есть подачу. То есть на сухую работаешь? Нет. И я вношу антисептик. И на сухую кавитирую. Да, озвучивание раствора. Вот я считаю, что это очень хороший метод. Он как бы у вас работает везде. Он у вас работает в ультразвуковых ванночках, да, для очистки каких-то конструкций. Да, он работает, например, те же аллогенные материалы, их же очищают ультразвуком. То есть он очень сильный, как именно дает очищающие эффекты. Вот эффект кавитации я использую. Я работаю вот этим методом, да. Это именно для очистки шагов, правильно? И для переимплантной зонии, почему ты внес туда и кавитируешь? Вы же можете, если там костный дефект, мы же говорим о поверхности имплантата обнаженной, там костный дефект. Вы все равно можете нагнести туда какое-то количество антисептика, чтобы его кавитировать. У меня он съемный ультразвук с этими, со сменными отдельными банками. Я могу туда заливать все, что угодно. Поэтому я туда просто хлоргексидин заливаю и все, у меня это вопрос решается. Если он у вас на машине, да, и вы просто выключаете воду и нагнетаете, может ассистент стоять поливать туда. На скеле хлоргексидин эффект будет такой же. Но антисептика лучше, чем хлоргексидин на сегодняшний день в полости рта нету, потому что только он работает и на грибы, и на простейшие, и на трепанему, и на все остальное. Значит, еще раз я расскажу по поводу антисептического применения не только хлоргексидин. Есть тяжелые ситуации, гнойные, когда переимплантит такой очень тяжелый, когда есть костная деструкция, когда есть куча проблем. Я пользуюсь Павильон Йодом. Каким Павильон Йодом? Павильон Йод, он называется Бетадин, препарат, который продается в России. Он у нас Бетадин. Он продается 10% применение в стоматологии допустимо 1%. Мы его разводим на физрастворе сами просто в клинике. Он вообще применяется, я просто его знаю из Бельгии, потому что у них я первых увидела, у них он выпускается 1%. Они все челюстно-лицевые операции и имплантации в том числе моют им. Сколько он продается? 0,12, да. А он 10% продается. А он какой? Водный? Водный. И где в аптеке? В аптеке продается. 30 и 100 миллилитров. А вообще у него применение какого-то процента? Вот всего. Вон, а там антисептик. Но он очень сильный антисептик, да. Он может отжигать. Так там Йод, конечно. Немного складе. 10%? Да.